Комбайны и трактора проверены и заправлены, семена и удобрения закуплены. До масштабных полевых работ чуть больше недели, но аграрии уже готовы к сезону. В этом году в Краснодарском крае подозимые яровые культуры отдано почти 3,5 миллионов гектаров земли. Будущее урожае во многом зависит и от состояния техники, которая выйдет в поля. На сельскохозяйственном предприятии в Тихорецке, его сегодня посетил губернатор, демонстрирует комбайный класс. Компании, которая первая в России заключила специальный инвестиционный контракт. Немецкие машины теперь практически полностью производят на Кубани. Класс, это сегодня наш комбайн, который сегодня, можно смысл сказать, тоже прижился на наших полях. Когда упрекали меня в том, что мы бьемся за наш класс, мы делаем неправильно, мы делаем правильно. Я тогда говорю и сейчас скажу, пусть выбор сделает наш сельхозтоваропроизводитель. А сельхозтоваропроизводитель выбор уже сделал. Посмотрите на количество этих комбайнов, здесь 300 и дай бог будет больше. Мы сейчас планируем еще три покупать. Благодаря современной сельхозтехнике повысилась и урожайность. Потери зерна сведены к минимуму. Это не только вклад в продовольственную безопасность региона. От количества убранного с полей зависит зарплата аграриев. На вопрос Вениамина Кондратьева о заработке механизаторы отвечают немногословно, но по-хозяйски. Предприятие это легендарное такое, экономика очень сильная. На кармане это отражается? Хватает. Значит у нас средняя зарплата по хозяйству 35 тысяч. Сегодня у вас стабильные результаты, стабильный рост экономики вашего предприятия. Я думаю, что это в любом случае отразится и наличие денежек в ваших карманах. Друзья, но самое главное, что вы работаете даже сейчас, все равно в межсезонье. Тихорецкое предприятие – пример универсального сельскохозяйственного бизнеса. Здесь занимаются как растеневодством, так и животноводством. Хотя выращивать коров, к примеру, не так выгодно, как пшеницу. Но для земли, которая получает органические удобрения, это гарантия плодородия в будущем. Именно сбалансированное развитие агропромышленного комплекса, а не просто погоня за быстрыми деньгами, должны быть в приоритете сельского хозяйства Кубани, уверен глава региона. Поэтому в крае меняют и подход в предоставлении субсидий. Сколько у вас было коров два года назад? Значит, у нас было 150, потом увеличить 200. Вот 250 в этом году, у нас уже 350. До конца года мы будут 400. Андрей Николаевич, я вот не раз говорил, надо завязывать уже, по-русски говоря, с компенсациями затрат. Давайте сегодня делать выплаты тем, кто развивается. Кто умеет зарабатывать и верит в то, что у него завтра будет экономика и будет прибыль. На его предприятии. Начнут посевную с сахарной свеклы, потом приступят к зерновым, бобовым, кукурузе и подсолнечнику. Но если, к примеру, рис и пшеница – это полностью кубанские семена, то с сахарной свеклой и подсолнечником мы сидим на игле импортных поставок. С учетом санкционной политики это может сыграть злую шутку. Уже сейчас в Краснодарском крае намерены создать семеноводческий центр сахарной свеклы, который будет выводить собственные сорта. Конечно, этим надо заниматься. Коллеги, надо заниматься только потому, что мы должны вытеснить сегодня иностранные гибриды, чтобы говорить о том, что сегодня на Кубани все наше и отечественное. Вот семечки и конкретно уже собрав урожай. 30% через три года – это минимальный порог нашей продовольственной безопасности. Минимальный порог. А вообще семенной фонд, семена – это и есть наша продовольственная безопасность. И сегодня это будет очковтирательство, если мы будем говорить о том, что сегодня наши помидоры и наши огурцы, и наша свекла, а семена все не наши. То это самообман. В Крае действует программа развития семеноводства, где заложены меры государственной поддержки для производителей. В 2017 году по этому направлению планируется выделить порядка 160 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра была чуть меньше 70 миллионов. Всего на поддержку агрария в Крае направят почти 7 миллиардов рублей. В том числе и на те отрасли, которые в прошлом году были обделены. Ресоводы получат 126 миллионов рублей. Впервые государственную финансовую помощь окажут чаеводам более 25 миллионов рублей. В планах и восстановления плантации. Тем более земля, как заметил губернатор, в регионе есть. В Крае сейчас 49 тысяч гектаров сельхозземель. Притом они не используются по назначению. Андрей Николаевич, верните эту землю в экономику. 50 тысяч гектаров земли сегодня находятся под спором, говоря корректным юридическим языком. Но пока она находится под спором, то, по большому счету, мы ничего не получаем. Нет ни рабочих мест, ни налогов. Пока она под спором. Вот надо жестче проводить собственную политику и давайте ее проводить. Нам никто не мешает это делать. Изменился и механизм льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. В правительстве утвердили 9 банков, которые будут выдавать займы по проектным программам. Ставка не должна превысить 5% годовых. Министерство сельского хозяйства России уже одобрило кредит для двух кубанских аграриев. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24, Тихорецкий район.